Приходя на ярмарку, человек может выбрать товар по вкусу, а приходя на ярмарку вакансий – работу, которая устраивала бы соискателя. Каков сегодня ассортимент на рынке трудоустройства, выяснили Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Что нужно при выборе профессии? Конечно, хорошие условия труда и заработная плата. В общем, у желающих выбрать себе рабочее место, исходя из вышеупомянутых условий, был большой выбор на ярмарке вакансий «Планета ресурсов», проводимой в спортивной школе «Белая ладья». Сюда приглашены наши лучшие работодатели, те работодатели, которые заявили вакансии в банк центра занятости, а их более 800. И сегодня еще плюс те работодатели будут приглашены, которые принесут еще новые вакансии. Я думаю, что в плане подбора подходящей работы, ну, сегодня будет более тысячи вакансий на сегодняшний день на этой ярмарке. На ярмарку были приглашены около 30 предприятий нашего района. Кроме того, широким спектром были представлены вакансии на побережье. Сразу можно было заполнить анкету, обменяться телефонами, пройти собеседование. Безработные и желающие поменять профессию имели возможность через общение с работодателем найти подходящий для себя вариант трудоустройства. Если вы хотите работать с детьми, для вас есть вакансии в детских садах, обладаете кулинарным талантом, работу предлагает Славинский хлебокомбинат. В нашем саду вот буквально на днях еще образовалось одно место свободное. Человек дорабатывает этот месяц. Но мы еще заявку не подали. Нам нужен будет еще дворник. А вообще очень тяжело с поварами, конечно. Да, люди подходят, спрашивают. Мы сидим официально с вакансией продавца продовольственных товаров, продовольственный магазин. Ну, у нас в последние дни открылись еще вакансии, к сожалению, не указали, но я людям устно объявляю. Это заведующая продовольственным магазином. Это повар 4-5 разряда, кондитер-оформитель. Также у нас есть такая вакансия. Можем предложить стабильную заработную плату, поощрения в работе, денежные премии. Валентина Горбенко пришла на ярмарку вакансий в поисках работы по специальности – педагогам-психологам. Она уверена, что на ярмарке можно найти ту работу, которая бы помогла заработать денег не только на хлеб насущный, но и реализовать свои способности. Очень удобно. Ты можешь сразу увидеть и руководителя организации, и посмотреть, сколько еще таких безработных, как ты. То есть не так уж сильно огорчаться, что ты тоже не можешь найти работу. Но, несмотря на большой выбор вакансий, Валентина так и не нашла своего места на планете ресурсов. Дело в том, что спрос в нашем районе по большей части на рабочие специальности. Таким образом, кто-то подобрал подходящее место работы, кто-то нет. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Благодаря таким ярмаркам вакансий, которые регулярно проводятся в Славинском районе, все желающие могут выбрать подходящую для себя профессию, а также узнать спрос на рынке труда. А у работодателей есть возможность решить кадровый вопрос. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа События.